Ох, потрясающе, боже, какой уют! Через полчаса в эту гримерную зайдет Сергей Лазарев. Нужно успеть подготовить комнату согласно райдеру. Фрукты, вода, ягоды по сезону, лимон. С шести утра монтируют сцену. Потакать звездным капризом Маргарите Игониной не впервой. Спецзаказ для нее – дело легкое. Следующее музыкальное поздравление я адресую Валентине Николаевне Лищенко. 13 лет в эфире каждый день. В 90-е она была звездой Тюмени. Я могла постучаться в любые двери. И мне говорили, а, Маргарита, да. Были даже такие случаи, когда кто-то хотел решить свои вопросы, какие-то личные. И представлялся Маргарита Игонина, мне тоже об этом потом рассказывали. Ее звезда не погасла. У Маргариты свое концертное агентство. Теперь она приводит в Тюмень звезд первой величины. Киркоров, Баста, Меладзе. И вроде бы жизнь бьет ключом, но экран манит. Вот скучаю. Дорогие товарищи директора, ну дайте нам хоть пять минут. Соберите все старье. Здравствуйте. Несколько минут новостей на телеканале «Ладья». Когда-то она была нежным ведущим тюменских новостей. Яркая, запоминающаяся блондинка сердца зрителей и редакторов покорила случайно. Я сидела на кухне, пила чай. У мамы в гостях, я сейчас это помню. И искала работу. Я увидела бегущую строчку. Требуются ведущие новостей, там конкурсы на конкурсной основе. Так и попала на параллакс. Лишь в 2006-м Татьяна попрощалась с ТВ-карьерой. Сначала ушла на радио, а после открыла салон элитной пряжи из нежной шерсти. Сама вяжет редко, больше продает вживую и через Инстаграм. Догадываетесь, что я люблю больше всего? Прямые эфиры? Прямые эфиры из Торрес. Это прям то, что я делаю каждый день с удовольствием. Драйв прямых включений он такой, долго не отпускает. Не знаю, наверное, все равно есть такое, что скучаю. Ох, рано встает охрана. В своем графике директор службы экономической безопасности нашел свободное время лишь в 9 утра. Бывалый на съемке сюжетов Артур Кадиев подрывался ни свет, ни заря. В правой руке настоящее, в левой фальшивое. Отличить подделку простому обывателю очень сложно. Криминал – его тема. Бывший сотрудник милиции на ТВ попал по приглашению друга. Работать с огоньком умел сам и учил новобранцев. У него сажировалась звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Сотрудники милиции просили, звонили нас, что нужно приехать, снять задержанных в том или ином преступлении. Мы очень просили, чтобы Алену мы послали на съемку. Почему? Не знаю, не знаю. Время, проведенное на ТВ, Артур вспоминает по-доброму, но вернуться, увы. Нужно молодым вступать дорогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова